Слава Украине! Привет всем от Полонского! Видите, у меня на заднем фоне церковь, правда, не московского, а патриархата, а нормальная. Это ж все, знаете, все не просто так, да. Я вот сел здесь записывать видео, и тут обнаруживаешь, у меня часовня, часовенка, да, за спиной. А часовенка за спиной, это случайно получилось, потому что это видео, оно про Пашу Мерседеса, который Паша Тесла, который теперь имеет уже другое прозвище. Короче говоря, чтобы вы понимали, сегодня Пашу Мерседеса выкупили, внесли за него залог почти миллион долларов. Еще раз говорю, за вот этого вот хмыря, по-другому не скажешь, внесли залог почти миллион долларов, чтобы он только не сидел в тюрьме, где ему, собственно говоря, и место. И он гулять пошел, да, там уже видео есть, как он плачется и благодарит своих спонсоров. Интересно, что вы знаете, у меня вот еще какой-то момент. Будет он сидеть или не будет, это решит суд в результате. Вопрос в другом, смотрите, у какого-то человека, скажем так, у какого-то человека хватило почти миллиона долларов, там без малого, внести залог за вот этого вот товарища, да? А на ЗСУ не хватило, на реабилитацию наших раненых не хватило, на какие-то, я не знаю, на волонтерские какие-то проекты. У нас куча беженцев из Донецкой и Луганской области, из Херсонской области в Киеве, и во Львове, и в других местах. Так вот на этих людей тоже не хватило. На постройку, на видбудовую домов в Ирпине, в Буче или в Изюме тоже не хватило денег или в Харькове, да? А вот на залог в миллион баксов Паше Мерседесу хватило. Ну, я думаю, тут излишне спрашивать о совести вот этого товарища, как бы, я думаю, что это пустое, да? Мы говорим ни о чем. Единственное замечание по этому всему поводу, знаете, какое, если был когда-то Паша Мерседес, то после того, как за него внесли миллион баксов, он теперь Паша Бриллиант.